Как меня слышно, давайте традиционно проверим звук и далее уже начнем. Благодарю Надежда, благодарю за представление, благодарю за организацию вебинара, благодарю всех зрителей, которые пришли сегодня, слушателей. Надеюсь, что вам буду сегодня полезен своей информацией. Меня зовут Андрей Агафонов и так получилось, что в своей жизни я никогда не зарабатывал деньги. У меня никогда не было цели заработать деньги. И как ни странно, они у меня были. Вот такой парадокс. И сегодня я хочу поделиться с вами секретом, если можно так сказать. Вы знаете, вот эта особенность, которая в моей жизни проявлялась в финансовом мире, она однажды сослужила для меня, ну, такую нехорошую службу. Почему? Потому что в жизни мне всегда доставались деньги легко. Я не делал ничего особенного для того, чтобы они были. И когда они у меня были, у меня возникал вопрос. Здесь что-то неладное, да, вот есть у нас такая штука в сознании. Если что-то не получается или наоборот слишком легко получается, да, обязательно включу презентацию, благодарю, Надежда. Пока это вступительное слово, поэтому не включал, но давайте так, так будет проще. И вот когда у нас получается что-то легко, слишком легко, то возникает вопрос, а где подвох? Да, и вот у меня там было то же самое, потому что люди все вокруг меня пахали с утра до вечера, а мне деньги доставались легко. И я задался вопросом, почему так, почему я не пашу, здесь что-то не так. Начал там изучать всякие истории бизнесменов, там тех, пятых, десятых. Оказывается, что все пахали, а я вот такой не пашу. И в один прекрасный момент получилось так, что я остался без денег. И задался вопросом, что же произошло, почему до этого было легко, а сейчас вот нелегко. Сейчас приходится заниматься тем, что восстанавливает свой капитал. И вы знаете, много вопросов я нашел, вернее, много ответов я нашел, множество информации изучил. И оказывается, тот феномен, который со мной происходил, это вовсе не из-за ряда вон выходящее. Это вовсе не какая-то особенность только моя. К этому может прийти, в принципе, любой человек. И для этого достаточно вырваться из гонки, заработал, потратил, включить свой разум и начать реализовывать свой потенциал, свои идеи, свои цели, свое предназначение в жизни. В действительности, у меня молодость такая была довольно необычная. Просто пару слов скажу, я понял, что меня немногие тут знают и слышат. Моя молодость прошла не так, как, ну, в принципе, сейчас, как будто старик, да? Ну, сейчас-то уже 28, уже старик. Ну, в кавычках, конечно. Ну, вот моя юность, там, от 16 до 22-25 лет прошла нестандартно. Не так, как большинство молодых людей живут в этом возрасте. У меня не было никогда цели, цели стать статусом человеком или купить недвижимость, там, или какой-то построить бизнес, или выпендриться перед окружающими меня людьми, перед моими сверстниками. Вот, лет в 14, да, до 14-15 я задал вопрос маме, ну, и папе тоже. Они работали, я, в принципе, из обычной семьи абсолютно, ничего выдающегося в моих родителях не было. Мама работала по найму в аптеке, она провизор, да, высшее образование у провизоров, высшее медицинское образование у нее. И вот она зарабатывала, там, тысяч 15 в месяц. У папы бизнес был, но, да, он зарабатывал больше, чем 15 тысяч рублей. Нам, в принципе, всегда хватало на еду. Но эти деньги, этот бизнес давался ему таким сумасшедшим трудом. Он настолько эмоционально напрягался в нем, что я для себя понимал, что, блин, фигня какая-то происходит, я так не хочу. И я задал маме вопрос, простой, и папе, почему вы работаете вот с утра до вечера, вам тяжело, вы именно, ну, видно, что вы ради денег это делаете. Зачем вот себя мучить ради того, чтобы зарабатывать деньги? Они говорят, ну, как надо же семью обеспечивать. И я тогда стал изучать вопрос, почему нельзя совместить любимое дело с зарабатыванием денег? Ведь тогда закрывается масса вопросов, когда мы занимаемся тем, чем нам нравится, то закрывается масса вопросов. Мы не устаем, нам не нужен отпуск, у нас много энергии, мы имеем душевное спокойствие, мы радостны в жизни, мы энергетически на пол, наверное, говорил уже. У нас взаимоотношения хорошие, как следствие, когда нам хорошо в жизни, и людям, которые нас окружают, тоже хорошо. Я могу вставать, допустим, в 6-7 утра, не потому что по будильнику, да, а потому что я хочу начать новый день с реализации. Мне нравится и хочется это делать. Я себя не заставляю ничего делать дополнительного. Я с этим вопросом вышел к своим родителям, они говорят, ну, сынок, так невозможно, таких только 5% людей. Только 5% людей в какой-то сфере реализованы и рождены для того, чтобы заниматься этим. Именно вот этим. Вы знаете, есть там талантливые хирурги, есть талантливые врачи, ну, в целом. Есть талантливые учителя, есть талантливые автомеханики и так далее, так далее, так далее. В своей жизни я встречал таких людей и среди учителей, и в школе, в которой я учился, я учился русскому языку и литературе, у великолепной женщины, которая в жизни голоса никогда не повышала на своих учеников и на нас в том числе, но при этом все у нее знали предмет. И все улыбались, когда она ставила двойки, как бы это ни странно казалось, потому что понимали, что заслуженно. То есть она, ну, педагог от души. И вот для меня было важно найти то самое занятие, которое бы доставляло мне удовольствие и параллельно деньги. То есть я бы работал бы не за деньги, а ради удовольствия, ради того, что мне нравится. И вот это для меня была идея изначально и тот вопрос, который меня волновал. Ответы я сказал в разных направлениях, но суть в том, что, почему деньги доставались легко, да, потому что цели мои были не в том, чтобы заработать деньги, а в том, чтобы реализовать себя и свой потенциал. Я тогда, конечно, этого не знал и очень много сделал ошибок в плане мышления, в плане взаимоотношения с деньгами. Потому что это сейчас я уже знаю, какие ошибки сделал. Сейчас могу об этом говорить и передавать знания, рассказывать вам об этом, что не нужно делать. И наоборот, что нужно делать, чтобы деньги были. И что не нужно делать для того, чтобы деньги были. Очень много было у меня ограничений, связанных с деньгами. Ну, типа, не для меня, типа, большие деньги, большие проблемы, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Был большой самосаботаж по поводу финансового благополучия. Масса всего об этом, обо всем вы узнаете чуть-чуть дальше. И очень подробно мы будем говорить с вами о богатстве через разум. Ну, кто со мной пойдет дальше обучаться, на курсы, консультации и так далее. Вы все об этом узнаете, узнаете, как этим пользоваться. И, соответственно, на моем опыте сможете применить знания и не допускать тех ошибок, которые допустил я. Движемся далее. Это было вступительное слово, немножко о себе. Народ уже подошел. Всем добрый вечер еще раз, кто только зашел. И сегодня мы говорим о том, как стать богатым через разум. Я уже рассказал о том, что меня волновало, что меня интересовало. Вот. И движемся дальше. В действительности, наверное, для вас будет открытием, а может быть и нет, а может быть подтверждением в который раз. Но, чтобы стать богатым, нужно быть разумным. Ни один богатый человек не является слепым или спящим. Если вы посмотрите и изучите истории богатых людей, то все они без исключения разумные люди. Что такое разумные люди? Это люди, которые в первую очередь берут ответственность за свою жизнь на себя. Это люди, которые не жалуются. Это люди, которые претензий не предъявляют к миру. Это те люди, которые не обвиняют никого в чем-либо. На самом деле богатство начинается... Ну вот вы знаете, да, у Роберта Киосаки есть великолепный квадрат его. Там где наемный работник, предприниматель, самонанятый бизнесмен и инвестор. И вот наемный работник и инвестор, они находятся в диаметральных противоположных сторонах. И не только по деньгам. Не только потому, что у наемного работника, к примеру, зарплата 20-30-50 тысяч рублей в месяц. А у инвестора масса свободного времени и вагон денег. Не только в этом. В первую очередь это разница мышленческая, разница в подходе к жизни. Тот самый разум, о котором мы сегодня говорим. Моя задача сейчас для вас не просто сказать, идите делайте бизнес или идите, создайте сайт, запустите на него конверсию, сделайте ледогенерацию и так далее. Это вообще не мое направление. Мое направление в том, чтобы показать вам, как можно с помощью разума стать богатым человеком. Потому что если работает разум в действительности, то в вашей жизни все простраивается автоматически. Если вы реализуете свой потенциал, то автоматически вы становитесь богатым, счастливым и радостным человеком. Вот, собственно, об этом мы сегодня и говорим. Есть умные люди, а есть люди разумные. Так получается в жизни, что умные люди, если человек умный, то вообще не факт, что он будет богатым человеком. Я когда учился в школе, в институте, были отличники, были очень умные люди со мной на курсе и в классе тоже. И ни один из них не является богатым сегодня. Все они являются, наверное, работниками в фирмах разных. И для меня было, собственно, удивление. Самое большое удивление было для меня тогда, когда мой одноклассник, мой товарищ, он закончил с красной золотой медалью школу. И он поступил на коммерческую основу в институт сельскохозяйственный. Тогда, когда мне было 17 лет, для меня было шоком, как такое может быть. Человек умный, человек умнее меня там в разы. Я всегда у него списывал. И всегда просил помощи на уроках. И при этом я поступаю на бюджет, я сам поступил в институт без всяких этих самых. Я не был умным человеком. А он поступает с золотой медалью на коммерцию, и родители платят за него по 30 тысяч в год за обучение. И вот в этот момент я впервые задумался, что же нужно, чтобы быть богатым. Неужели ум, неужели школьные знания помогут мне стать богатым человеком? И вы знаете, одно из свойств разума – это способность к прогнозированию, способность к дальновидности. Разум стал пробуждаться у меня где-то на третьем курсе института, когда я задался вопросом. А что же меня ждет в ближайшие 5, 10, 15, 20 лет, 50 лет? У меня строительная специальность, я закончил технический институт по специальности инженер-строитель. И на третьем курсе института, кстати, вот я сразу скажу, чуть-чуть продолжу позже. У меня для вас подарки будут, я забыл с самого начала сказать, но сейчас скажу. Для всех участников этого вебинара у меня будет подарок для вас. Это книга. Книга «Как стать богатым за 5 шагов». Каждый из вас получит ссылку на нее и смогут ознакомиться с моим опытом, с опытом людей, с которыми я общался. Там и инвестирование, там и мировоззренческие некоторые вещи, там и убеждения вредные, которые мешают стать богатым человеком. Все это проходил на себе и, в принципе, писал со своего жизненного опыта. И там же есть пример про додопрогнозирование. Я просто сейчас о нем заговорил и вспомнил про книжку. И на третьем курсе института я задался вопросом, а что же меня ждет в ближайшем будущем. И я понял, что я могу прямо сейчас расписать до месяца свою будущую жизнь, как она будет строиться. Абсолютно стандартная жизнь обычного среднестатистического человека. И я задал себе вопрос, действительно ли я этого хочу в жизни. Одно из свойств разума, просто буквально записывайте себе, я надеюсь, вы приготовили листик и бумажку, чтобы отключили мобильные телефоны и прочее, 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 и погрузились в наш вебинар. И вот я рекомендую вам взять бумажку и листик и сделать пометку, что одно из свойств разума – это прогнозировать. Прогнозировать события. Так вот, я расписал свою будущую жизнь буквально по месяцам и задался вопросом, действительно ли я этого хочу в своей жизни. Я понял, что нет, я не хочу так. Просто не хочу и все, я хочу по-другому. А вопрос, как же я хочу. И с того момента начался мой путь формирования той жизни, от которой мне было бы радостно. Вы знаете, из своего личного опыта, из наблюдений я вижу, что очень мало людей действительно радостны и счастливы в жизни. Они почему-то вынуждены мириться с какими-то обстоятельствами, которые сами же по сути себе и создают. Они заложники, например, своих убеждений, своих ограничений, своей работы, возможно, кредитов, возможно, своего невежества, в конце концов. Для большинства людей почему-то проще обвинить какие-то обстоятельства, вместо того, чтобы найти выход и сформировать жизнь так, как хочется. И мои желания на самом деле были простыми. Они были связаны с тем, чтобы совместить богатство, семью, здоровье, отношения. Элементарные желания, в принципе, любого человека. Никто ведь из нас не хочет быть богатым, но больным. Быть богатым, но без семьи, например. Потому что большинство людей работают по 15 часов в сутки, 6-7 дней в неделю и не видят никого, кроме своей работы. Я так тоже не хотел. И вот, когда я сформировал видение того, как же я хочу свою жизнь прожить, я стал ее формировать, создавать условия так, чтобы мне нравилось. Сейчас я хочу сказать, что от своей жизни я просто в восторге. Это кайф. Кайф, когда ты понимаешь, что каждое событие в твоей жизни формируется так, как ты хочешь. Что еще может быть круче? Когда художник рисует, пишет картину, шедевр. Есть великие художники, которые написали великие шедевры. И вот он пишет картину, это творчество, это его творение. Вот так же сейчас в моей жизни. Я пишу свою жизнь как картину. И на это способен только разум. Когда включается разум, человек приобретает способность создавать жизнь так, как он хочет. У него появляется способность создавать такое количество богатства, включая материальное. Сколько ему надо, сколько он хочет. Вот что такое разум. И к этому можно прийти. Сейчас будем говорить о том, как. Что такое стать разумным? Это осознавать себя. То есть понимать, кто я. Большинство людей назовут себя, например, я Андрей. Вы там как-то, может быть, своим именем назоветесь. Но кто я? Человек назовет тело, к примеру, ум, сознание, еще что-нибудь такое. Ну, кто же я? Действительно ли только тело? Действительно ли только ум? Вы знаете, в моей жизни происходило огромное количество чудес, которые невозможно описать логикой. Ну, самое элементарное, это встреча с моей женой. Так, опять же, получилось определенным образом, что у меня не было опыта, ну, скажем так, я никогда не был ловеласом. Я никогда не знакомился с женщинами ради того, чтобы с ними провести ночь. Или для того, чтобы показать ее своим друзьям, там, ну, как-то статусность определенная. Ведь женщина, особенно красивая женщина, ухоженная, она придает статусность мужчине. Это не секрет. И вот не было у меня никогда такого. И когда я со своей женой встретился, даже, ну, это какое-то удивление, ну, удивительно, потому что не было никаких предпосылок. Я не искал ее нигде. Я не ходил на курсы пикапа. Я не строил каких-то планов, вот какая должна быть, вернее, как планы были, какая должна быть моя жена, да. Но так получилось, что моя текущая, нынешняя жена, моя супруга, она вообще не подходила под эти нормы. И почему она меня привлекла, ну, для меня сейчас уже понятно, почему. Но тогда для меня это было загадкой. То есть это чудо. Невозможно объяснить логически, почему мы встретились. И вот полно таких событий в жизни, которые невозможно объяснить словами, логикой. То есть, тогда я стал понимать, о чем я хочу сказать. Тогда я стал понимать, что есть какая-то сила, которую я не могу понять умом. Которую я не могу описать. Которую я не могу объяснить. И тогда стал вопрос, а кто же я? Кто мной руководит? Кто делает так, что все события в жизни сходятся определенным образом? Кто я такой вообще в этой жизни? Ответ на этот вопрос дает, опять же, путь к разуму. Потому что, когда вы это поймете, то вам станет, в принципе, в вашей жизни все понятно. Далее, осознавать окружающий мир, то есть внешний мир, что это такое? Кто эти люди вокруг? И осознавать свое место в этом мире окружающем. Здесь я хочу остановиться более подробно о врожденном потенциале, о врожденных способностях. Я довольно плотно в свое время занимался дизайном человека и нумерологией. Я заглядывал в потенциал всех людей, до которых мог дотянуться. Все мои близкие и родственники, папы, мамы, дети мои. Я всех их по нумерологии, по дизайну человека просматривал. Я изучал, с каким потенциалом каждый человек приходит в жизнь. Особенно ярко о нереализованности потенциала видно на родителях. Потому что все они выросли в советское время, когда вообще о личности как таковой, о духовном развитии вообще речи не шло. Просто людей выращивали для того, чтобы выполнять какие-то задачи простые. Ходить на работу, как-то жить. О реализации глобальных каких-то вещах вообще речи не стояло. Это просто знаю от рассказов бабушек, дедушек, от родителей опять же. И вот когда я просматриваю потенциал, нереализованный у своих родителей, я просто обалдел. И какого бы человека я не просчитывал по нумерологии и не смотрел его врожденные способности, там очень много зашит. У каждого человека есть своя задача, у каждого человека есть своя энергия, у каждого человека есть свои кармические задачи, есть социальные задачи, есть планетарные задачи. Есть способности. Вот, например, есть люди, которых только 8% на Земле. 8% называются они в дизайне человека манифестера. И вот представьте, если 8% людей, манифестеров, они попадают в общую массу. А манифестеры – это очень активные люди, они созданы для того, чтобы инициировать какие-либо процессы. Это люди-запускатели, это люди-лидеры, они активные, они бывают жесткие, они справедливые чаще всего. Они непоседливые. Дети-манифестеры – это вообще ураган. Для детей-манифестеров, если им сказать, что сядь, успокойся, это все равно, что убить его. Он не может спокойно сидеть. У него энергия плещет. И вот представьте, такого человека с детства уравнивали через школу, через детский садик, через окружение. И, конечно же, он вырастает с нереализованным потенциалом. Опять же, про богатство. То есть, вот эти тренинги все связаны с богатством, мотивацией. Приходит человек, которому вообще не создан для того, чтобы быть лидером или для того, чтобы что-то инициировать. По природе он должен откликаться на возможности. И он приходит на тренинг по богатству, к примеру, его мотивируют, особенно MLM-компания любит это делать. Вот, и давай, давай, накачивают энергией. У человека дискомфорт внутренний. Это не его задача. Он не для этого родился на земле, чтобы как пробивной парень пробивать стены лбом или еще чем-либо. И вот знание себя, своего потенциала дает вам возможность разумно подходить к своей жизни. Я провожу консультации по предназначению, по дизайну человека, по нумерологии, по дате рождения. Можно это высчитать. Здесь никакой магии нет, секретов тоже нет. Человек рождается в определенное время, в определенном городе. И это не просто так. В действительности, вот опять же, как объяснить, что человек рождается конкретно в определенную дату. Ни один врач, гинеколог, акушер, не скажет, ни одно УЗИ вам не даст точного просчета, когда должен родиться ребенок. Ребенок сам выбирает, когда ему родиться. Сейчас, конечно, все это очень искажено, когда врачи стимулируют роды. И в итоге они делают огромную медвежью услугу ребенку, который рождается искусственно. Потому что природой заложено у него одно, как это должно было быть. А врачи вмешиваются искусственно, и получается перекосы. Ну, очень там есть болезненные вещи, которые мешают человеку просто жить. Ну, о чем я хочу сказать? О том, что время рождения ребенка, это вопрос нелогический. Это вопрос более разумный. Если мы посмотрим дальше, что человек это не только кожа, кости и, как называют врачи-плод, до того, как он не родился, а мы посмотрим чуть дальше, что это душа, это задача у этой души определенная, интересы на реализацию определенные, то каждая душа имеет свой потенциал, каждая душа имеет свои способности, каждый человек имеет свои врожденные способности. И когда мы говорим о реализации потенциала, мы говорим именно о том, чтобы знать о себе, что я могу, чего я не могу, на что я могу рассчитывать, какая стратегия поведения в обществе должна быть, какие задачи я должен выполнить. И когда человек идет по своему сценарию жизненному, то вы удивитесь, но богатство, оно автоматически приходит. Тогда вообще не нужно зарабатывать деньги. И вот пока я шел по этому пути, а я шел по этому пути действительно с 18 лет, у меня деньги были, до тех пор, пока я не задался вопросом, почему так легко. Движемся дальше. Друзья мои, вопросы есть у вас? Если понятно, о чем я говорю, поставьте, пожалуйста, в чате пятерочки. Я буду понимать, что я понятно говорю, и будем тогда двигаться дальше. Благодарю Галина, благодарю Анна, Лада, Мила, Алла, благодарю вас. И если что-то непонятно, то напишите вопрос, я сейчас прямо отвечу. Все понятно, значит, задвижемся дальше. Как разум помогает стать богатым? Да, благодарю Галина. Как разум помогает стать богатым? Разум дает спокойствие. Когда вы понимаете, что происходит в вашей жизни, когда вы понимаете, именно понимаете, а не догадываетесь. Большинство людей догадываются. Например, если у человека происходит что-то плохое в жизни, например, потеря денег, он может только догадываться, если у него разум спит. Он может догадываться, что с ним происходит. Он может обвинить работодателя, например, в том, что он срезал ему зарплату. Он может обвинить партнеров по бизнесу. Он может обвинить мужа, она, например, если это жена, может обвинить мужа в том, что он мало зарабатывает. Она может обвинить детей в том, что они мешают ей заниматься какой-либо деятельностью другой. Например, болезни, опять же. То есть, если возникают болезни и разум спит, то мы можем только догадываться, почему это происходит. Очень мало врачей, очень маленький процент врачей действительно могут дать вам ответ, почему у вас появилось то или иное заболевание. В большинстве случаев, в 99% вас отправят на обследование. У меня есть великолепный пример. Это мой брат. У него одно время была плохая, наоборот, была слишком густая кровь. Слишком густая кровь. То есть, он ходил по врачам, они говорили, как ты до сих пор ходишь? Мы не понимаем этого. А вот он ходил, у него такая кровь густая. И он не понимал, что происходит. А через разум это спокойно можно было выяснить. Тогда он не мог определиться с путем своим жизненным. Много было ему непонятно, много претензий было к миру. А поскольку кровь это эликсир жизни, то когда густая кровь, то человек просто отказывается жить. То есть, вот такие вещи, связанные с жизнью. С точки зрения разума это элементарно объясняется. Если мы разумом поймем, что же такое здоровье, что же такое деньги, что же такое богатство, что же такое отношение, то нам станет все понятно. Вот разум помогает сделать в жизни все понятное. Почему нет денег? Если разума нет, мы можем догадываться. Потому что у нас нет работы, потому что кризис в стране, например. Потому что курс доллара сумасшедший. Потому что Америка обнаглела. Потому что Путин делать ничего не хочет. Ну, например. Но если мы включим разум, то мы увидим, что мы живем в очень обалденной стране. Наша Российская Федерация. Я просто кайфую от жизни в этой стране. Потому что такое огромное количество возможностей на сегодняшний день. Делать что хочешь. Вообще. Никаких ограничений. Ну, вот так получается, вот с кем я общаюсь, с кем говорю о возможностях в современном мире, разговаривая о возможностях, они вот так крутят, говорят, Андрюха, ты что, с ума сошел? Какие возможности? У нас кризис, у нас там нефть падает. А я это по-другому вижу. Я вижу это возможности. Сейчас есть возможность для реализации у любого человека. Абсолютно любой проект можно реализовать. Но чтобы это увидеть, нужен разум. Понимаете? Когда есть разум, все понятно в жизни. И как он помогает стать богатым? Он помогает видеть возможности для реализации себя и для того, чтобы обменяться с миром своим потенциалом. Кстати, если вы, опять же, разумный человек, то вы реализуете свой потенциал и помогаете людям. Взамен люди дают вам деньги. Вот именно так это все и работает. И поэтому вообще не нужно зарабатывать деньги. Возможно, сейчас у вас такое напряжение возникнет, как это так не нужно. Но если вы реализуете свой потенциал и делаете то, что вам нравится, вам не нужно зарабатывать деньги. Они просто есть автоматически. Вы делаете это не ради денег, а ради удовольствия. Ну, деньги это, конечно же, тоже обязательно. Но, в целом, главная мотивация – это нет денег. Ну, как бы, вы не требуете денег за свою работу. Они просто есть автоматически. Вот, например, я с вами общаюсь сейчас. Я могу провести... Вот ко мне люди обращаются, к примеру, по знакомствам. Я им бесплатно помогаю без всяких обязательств. По тому же дизайну человека, по той же нумерологии. Вот участникам курса я делаю щедрые подарки, потому что для меня в радость общаться с вами. Не, как сказать... Деньги не самые ценные, на самом деле, в жизни. Вот, вещи намного ценнее денег. Вот. Деньги, в действительности, это инструмент. Позже мы об этом поговорим, и вы сами в этом убедитесь. Если разум спит, то у вас нет энергии. Потому что вся энергия уходит на то, чтобы переваривать какие-то догадки. Вот, например, в отношениях. Если у партнеров разум спит, то у них нет диалога. Они не могут договориться. Они питают друг к другу постоянно какие-то претензии, какие-то обвинения, какие-то додумки. А он там не пришел домой на час позже. А вдруг у него любовница, а вдруг у него то, а вдруг у него сё. То же самое по отношению к жене. Она борщ не приготовила, она ложку не там положила. Эти обоюдные претензии, они высасывают энергию. Огромное количество энергии уходит вообще в никуда, в пустую. Это удивительно. Люди жалуются на то, что не высыпаются, жалуются на болезни. Ходят к врачу, а в действительности причина вообще не в болезнях. Причина в том, что энергии нет. Здоровый организм, наполненный энергией, никогда болеть не будет. Обратите внимание, что если течет родник, там никогда нет болота. Там, где есть родник, там, где есть движение, там нет болота. Там нет возрослей. Там нету застоя. И это есть как раз-таки наполненность энергией. Когда энергии нет, появляется болото. Человек начинает просто протухать. Начинаются болезни, потери в деньгах. Ну, рушится все, весь мир рушится, появляется страдание. Человек страдает не потому, что мир плохой, а потому, что у него нет энергии, он не реализуется. Нет реализации, нет родника вот этого, то, о чем мы говорим. И в чем функция разума? Когда разум включается, человек осознает, что у него все плохо в жизни, просто потому, что он застрял. Он в болоте находится. А чтобы из болота выйти, нужно осознать путь, по которому идти. Вот для этого как раз можно воспользоваться возможностями дизайна человека, нумерологии. И тогда, когда я был в таком болоте, потому что я же, в принципе, мало чем отличаюсь от вас в этом смысле. Если вы хотите сейчас прорыва, если хотите выйти из болота, то это реально сделать вполне. На первоначальном этапе, когда нет энергии, то есть откуда ее взять? Ведь она просто так не возьмется, вот вы раз там, чик, просветлели, и у вас вдруг энергии много. Ну, такое возможно, конечно, но со мной так не происходило. И я не знаю людей, с которыми так происходило. В действительности процесс пробуждения, он занимает время. Это может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев. В моем случае, где-то около года я колбасился. Ну, колбасился в том смысле, страдал. Страдал активно, хорошо было. Так вот, если вдруг нет энергии, откуда ее взять? Как пробудить разум и начать реализовывать то, что вы хотите, и, в принципе, начать свой путь к богатству? Во-первых, это личные ценности. Когда нам плохо, то нужно использовать этот период для того, чтобы сформировать трамплин для прыжка. Так уж в мире создано, что все идет по синусоиде. Вверх-вниз, вверх-вниз. Инь-янь. И вот с каждым разом человек раскачивает амплитуду. Чем выше янь, тем ниже инь. И каждый инь, каждый спуск – это новая точка, новый трамплин для того, чтобы сделать выстрел. И вот, когда мы находимся в страданиях, когда нас в жизни что-то не устраивает. А что такое страдание? Это когда нас в жизни что-либо не устраивает. Мало денег, плохие отношения, плохое здоровье и так далее, и так далее, и так далее. Плохие партнеры. Что-то не устраивает. Вот недавно на вебинаре одна женщина мне пишет, ну, я зарабатываю деньги, и я работаю 20 часов в сутки, и, в принципе, все хорошо. Я говорю, ну, хорошо, тогда в чем проблема? То есть, тогда нет проблемы, тогда вам разум не нужен. Тогда вам не нужен путь, о котором я говорю сегодня. Раз вас в жизни все устраивает, то, значит, живите так, как вы считаете нужным. Я говорю для тех, у кого, и могу помочь тем, у кого есть внутренний конфликт. Кого в жизни что-либо не устраивает. И сегодня мы говорим именно о богатстве. Так вот, периоды, когда нас что-то не устраивает, нужно использовать для того, чтобы сделать трамплин, для того, чтобы выстрелить. Сформировать новые условия и новые возможности. И что такое личные ценности? Для кого-то личные ценности будут, например, экстрементировать. Стрим, для кого-то путешествие, для кого-то семья, для кого-то здоровье, для кого-то дружба, для кого-то еще что-либо. Там около тридцатки можно разных ценностей набрать. И вот этапы спада, это этапы переоценки ценностей. Что же важно для вас? Например, для кого-то важно было зарабатывать деньги изначально. И вот он зарабатывает, 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 потом упирается в тупик и понимает, что нет радости в жизни. Нет радости в том, что вы заработали сегодня, например, 300, а завтра 500 тысяч рублей. Не в этом радость. А в чем же радость тогда, он задает себе вопрос. Он перестает ходить на работу, он перестает заниматься бизнесом. Почему? Потому что неинтересно. Ему просто тупо неинтересно. Начинается этап поиска интересов. Начинается этап переоценки ценностей. А что же действительно ценно? В этот период могут выйти на передний план абсолютно другие ценности. Например, помощь людям. Если раньше человек занимался бизнесом для того, чтобы удовлетворить свои эгоистические потребности, например, купить новую машину, то сейчас его ценности могут быть другие, другая мотивация. И когда человек приобретает другую мотивацию, он приобретает энергию автоматически на реализацию. Еще один простой пример, связанный с моей жизнью. Так как богатство ко мне пришло довольно рано, то я смог удовлетворить свои все потребности первичные. То, о чем я говорил, да, то есть жить для себя. Но, как ни странно, дом, в котором я сейчас живу, я тоже его построил сам, я строил не для себя. То есть для меня никогда не было мотивации построить дом для себя. Его бы у меня и не было, если бы не моя жена. Я строил дом для своей жены и для своей семьи. Вот мотивация для себя, дом, она меня не мотивировала. Ценность для себя не мотивировала, но для семьи мотивировала. И только поэтому появился дом в моей жизни. Вот именно так это все работает. И этапы спада, упадка, страданий – это этапы переоценки ценностей. Это очень важно понимать, осознавать и отслеживать. В этом есть энергия. Второе – задавать вопрос «Зачем?». Зачем я что-либо делаю? Для чего? Для чего я хожу на нелюбимую работу? Я уже говорил, что я никогда в жизни свои деньги не зарабатывал. То есть если я что-либо делал, то я делал не из-за денег. Как только я задавал вопрос «Зачем я это делаю?» и ответ приходил, чтобы заработать деньги, я это не мог сделать. Я не мог себя сломать. То есть мне необходима была другая ценность, не деньги. И вот если я что-либо делал из-за денег, то мне хватало там на три дня. Я падал с температурой, болел, страдал, и вообще никакой радости в жизни. Вот вопрос «Зачем?». Чаще нужно себе чаще задавать. И следующий вопрос «Чего я хочу?». Об этом я уже говорил. Когда вы понимаете, что вы находитесь в неком болоте, то очень полезный вопрос задать «Чего же я хочу действительно?». Действительно ли я хочу, например, воспитывать детей? То есть, опять же, своего опыта. У меня раньше были определенные стереотипные представления о семье. И я раньше думал, что женщина, жена должна заниматься домом, хозяйством, детьми и прочее, прочее, прочее. И вот жена, в принципе, этим и занималась. И на этом фоне были у нас разные конфликтные ситуации. До тех пор, опять же, пока я не обратился к дизайну человека номерологии. Я понял, когда я посмотрел ее потенциал, я понял, что она вообще пришла в эту жизнь не для того, чтобы заниматься воспитанием детей, а для чего-то большего. Потому что, опять же, нужно понимать, для чего большего. Все начинается с вас. То есть, если вы себя сделаете счастливым человеком, то вы сделаете счастливым человеком свою семью. Если вы сделаете счастливой свою семью, то вы сможете сделать счастливым других людей. Все идет от вас, как от камня пошли круги по воде. И вот ее реализация – это в помощи не только своей семье, а другим людям. Расширение до уровня города, до уровня страны, до уровня вообще мира целого. Элементарно сейчас для детей можно организовать семейное обучение, взять людей, которые воспитатели. Конечно же, это не значит, что отказаться от детей или еще что-либо. Просто можно освободить время от текущих каких-то домашних дел, например, домработница, няня для детей, для семейного обучения, а заняться реализацией и помощью другим людям. Большему количеству людей, опять же, не забывая про своих детей, давать им необходимые возможности, опять же, для реализации. Так к чему это все рассказывает? К тому, что, когда она очередной раз сказала, что фигня какая-то происходит в ее жизни, я задал ей простой вопрос. А чего же ты хочешь? Если не это, то что? Чего ты хочешь? И вы знаете, это был процесс удивительный, потому что она месяц не могла определиться, чего она хочет. Настолько стереотипное мышление, поведение женщины в обществе над ней давлело, что она не могла найти свои внутренние истинные желания. Но когда она их нашла, конечно, все стало меняться поразительным образом. То есть вопрос, чего я хочу, дает энергию. Она сразу стала веселее, сразу стала спокойнее, когда нашла ответ. Сразу появилась цель в жизни. Вот откуда взять энергию? Вот именно отсюда. Еще пару слов хочу сказать про цели. То есть когда вы говорите, чего я хочу, могут возникать разного рода цели. Бывают цели навязанные, бывают цели истинные. Вот все богатые люди говорят, что там поставь себе цель, распиши план действий и реализуй ступенчато. Но так получается, что все бизнес-тренинги, на всех бизнес-тренингах только там 3-5% людей действительно применяют в жизни то, что говорит спикер, то, что говорит наставник. Коуч, кто там еще, можно сказать, проводник. Остальные люди, почему они не делают то, что им говорят? Почему они вроде бы хотят денег, то есть вроде бы хотят богатства, но они ничего не делают? Да потому что цели не их. Цели не дают им энергию. Это не их цели. Цели у них в другом. И вот важно понимать, что если цель не ваша, если цель не истинная, то у вас и не будет энергии на ее реализацию. Значит, нужно найти свою цель. Свою истинную цель, ради которой вы готовы были бы что-либо сделать. То, что вам было бы интересно. То, что бы вас зажигало. Так, движемся дальше. Богатство – это результат реализации ваших навыков и способностей в реальном мире, а в глобальном смысле предназначения. Для меня в моей жизни не имело смысла жить, если я не реализую себя. В моей жизни было скучно, для меня было скучно жить той жизнью, в которой, ну, пошел там на работу, пришел там, что-то сделал, ну, да, там, заработал какие-то деньги, да, в отпуск съездил. Ну, скучно. Я чувствовал внутри, что мой потенциал значительно больше, чем то, что мне предлагает моя жизнь. И вот, как оказалось, богатство – это результат реализации навыков и способностей человека в реальном мире, природных и предназначения в глобальном смысле. Поставьте, пожалуйста, в чате десяточки, кто согласен с этим высказыванием. Богатство – это результат реализации ваших навыков и способностей в реальном мире. Кто со мной согласен? Поставьте, пожалуйста, в чате десяточки. А кто не согласен – пятерочки. благодарю алла благодарю анна галина лада фанер не согласен фанер напишите пожалуйста а что же для вас богатство благодарю ольга благодарю другая ольга ольга капоненко фанер напишите пожалуйста в чате потому что я смотрю женская аудитория согласна но вот мужской бы хотелось бы энергии и видение пока фанер пишет мы дальше будем двигаться напишите пожалуйста в чате кто из вас хочет денег простой возможно глупый вопрос но я прошу на него ответить все таки поставить пожалуйста плюсик кто хочет денег вот просто честно кто хочет денег вообще тупо просто хочет денег благодарю вас а теперь я за пару секунд покажу вам что вы не хотите денег в действительности истинное желание не иметь денег если бы целью ваши были деньги то они бы у вас уже были если бы действительно вашей целью были деньги то они бы у вас уже были и тут возникает вопрос а чего же вы хотите если не денег здесь же важно понять я хочу чтобы вы вы уловили суть вы можете хотеть денег но это не будет вашим желанием это желание будет навязанное те люди которые хотят денег они их уже имеют они их уже зарабатывают они они занимаются достигаторством они ставят цель они идут вперед они их достигают это люди предприниматели по природе свои по своему предназначению предприниматели фанер пишет есть люди то есть богатство это люди свободы заснуть и отдохнуть вот уже это другое совершенно другое то есть олига хочет свободы заснуть и отдохнуть это уже качество люди в большей степени хотят вот деньги то ресурс деньги то ресурс для того чтобы свободу это обрести то есть вы хотите какого-то качества определенного испытать какие-то чувства это кстати ценности если вы говорите я хочу свободу то эта ценность но на каком месте ваша ценность и если на первом ну сомневаюсь если бы она была на первом то вы боже были бы свободным человеком например в моей системе ценность на первом месте была самореализация это вообще был когда у меня был когда потерял деньги то свои миллионы то я задался вопросом что же не так я понял что уровень моего благосостояния зависит от моей самореализации и для меня главная ценность в тот момент вышла вперед это самореализация понять кто я чем я могу быть полезен людям в чем мои предназначения в чем мои способности в чем мой потенциал вот это для меня было ценностью я приложил все 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 силы и все возможности для того чтобы получить ответы на те вопросы которые у меня были тогда и когда я получил эти ответы все сразу наладилось я довольно быстро восстановил весь свой капитал без них никогда абсолютно верно деньги то ресурс однако деньги также подчиняются некоторым законам законы денег которые влияют на ваш доход как же понять кто я ну это процесс галина кто я это просто собирательный есть некоторые техники которые помогут вам это сделать я позже не скажу ну как вам сказать с одной стороны просто другой стороны не просто то есть это это процесс кто-то пользуется магическими способами кто-то пользуется мистическими способами кто-то пользуется логическими способами Я в своей жизни пользовался логическими способами этого дизайна человека, этномерология, буквица славянская. Я этим пользовался. Есть множество ответов на вопрос, кто я. Но чуть-чуть позже я об этом скажу. Итак, немного о деньгах. Законы денег, которые влияют на ваш доход. Потому что мало реализовать потенциал, мало искать ответ на вопрос, кто я. Нужно еще знать некоторые правила игры. Если мы говорим о богатстве, то имеется в виду богатство материальное. Деньги – это связи и дружба с богатыми людьми и окружающими людьми. Да, согласен с вами. То есть это нетворкинг, это знакомство. Совершенно верно. Но это опять же инструмент. Опять же, нетворкинг нужен для того, чтобы реализовать какой-то ваш потенциал, какие-то ваши идеи, ценности и так далее. Так вот, вернемся к законам денег. Если человек, к примеру, реализует потенциал, но он не знает вообще, что же такое деньги, а это большинство творческих людей. Творческие люди, они вообще, ну вообще говоря, они в достатке всегда живут и жили всегда в достатке творческие люди, но они никогда не были богатыми людьми с точки зрения миллионерства, мультимиллионерства. У них деньги были как результат реализации их потенциала и так далее. Но на первоначальном уровне, если вы не такой человек, если вы не пишете шедевры, то изначально нужно, конечно, иметь представление, что же такое деньги, в какую игру мы играем. Большинство людей не умеют работать с деньгами, большинство людей не знают законы денег, именно поэтому они на сегодняшний момент без денег. Первый закон и фундаментальный закон, который влияет на ваш доход, это тратить меньше, чем зарабатывать. В своей практике я вижу, что подавляющее большинство людей, процентов 90, вообще не умеют этот закон соблюдать и не соблюдают его. Они тратят подчистую все, что они зарабатывают и даже больше, залезая в кредиты. Навык тратить меньше, чем зарабатывать я получил еще от своих бабушек и дедушек. Для меня было удивительно, почему мои бабушки и дедушки помогают, например, моим родителям деньгами, ведь у них же пенсии небольшие, а деньги есть. Ответ оказался очень простым, они тратят меньше, чем зарабатывают. Второй закон это траты перевести в затраты. Раз траты перевести в затраты. Я назову три простых пункта. У каждого человека есть траты, это представьте себе круг. Это те же месячные расходы на какие-либо нужные. Это коммунальные услуги, это одежда, это питание, это, возможно, проезд какой-то на общественном транспорте или на автомобиле. Это траты, какая-то фиксированная сумма. Кстати, эту сумму можно уменьшить процентов на 40. Сразу вам скажу, в принципе, траты любого человека можно уменьшить процентов на 30-40. Есть раз траты. Это то, без чего человек мог бы обойтись. Ну, к примеру, человек получает зарплату и сразу же идет в магазин. Покупает какую-то безделушку, которая, в принципе, ему не нужна была бы. Но просто вот хочется потратить деньги. Это есть раз траты, то, без чего вы могли бы обойтись. Есть еще затраты. Затраты это то, что расширяет ваши способности. То, что расширяет ваш потенциал. То, что дает вам новые возможности. Вот, Фанир, вопрос к вам. Как раз по вашему комментарию. Скажите, покупка абонемента в элитный гольф-клуб, например, в каком-то городе, это будет раз траты или затраты? Подождем, пока Фанир ответит. Поход в элитный, смотря с какой целью, затрата. Абсолютно верно. Благодарю вас, Фанир. Это затрата. Почему? Потому что вы там обретаете новые знакомства с новыми людьми, богатыми людьми. Вы начинаете перенимать их привычки, начинаете перенимать их мировоззрение. Это затрата. Есть примеры в жизни, когда человек последние деньги свои тратил на то, чтобы посетить какой-то фитнес-центр элитный, но потом он выстреливал в своем бизнесе. Именно за счет знакомств. Это затрата. Вложение. Абсолютно верно, Надежда. Это вложение. Это разум. Как тут обойтись без разума? Наша сегодняшняя тема, как стать богатым с помощью разума? Человек, который обладает разумом, он отнесется к покупке абонементов вольф-клуб как к затрате. Человек, который разумом не обладает, он скажет, мне нужно работать. Мне нужно больше работать, чтобы заработать больше денег на семью. Это человек, который разумом не обладает. Ну, спящий разум. Разум обладает все, но есть спящий разум. вот она пишет мне кажется что все должно быть разумно последние деньги на гольф-клуб вот интересный вопрос я вам скажу так что если у вас есть какая-то тема например бизнес идея да и вы знаете что она классная и вам для того чтобы сделать прорыв вашем бизнесе и вашей вашей жизни нужны знакомства то последние деньги на гольф-клуб будут оправданы если вы знать не знаете чем в жизни делать и вы тратите последние деньги на гольф-клуб то я рискну предположить что вы их просто выбросите на ветер сперва тогда нужно определиться чего вы хотите в жизни это будет затратой тогда есть примеры есть великолепный бизнесмен на сегодняшний день уже он передает знания на тему бизнеса алексиновский его зовут вот его история была связана с тем что он последние деньги потратил на покупку курса курса по моему энтони роббинса до энтони роббинса там 500 баксов он заработал в макдональдсе на был официанов там или посуду был что-то такое 500 баксов он заработал за полгода откладывая по копейкам и потом эти все деньги спустил на курс обучающий но после этого у него пошел бизнес после этого стал миллионером там ближайшие три года открыл компанию свою юридическую ну вот вот именно нужно тогда разом подключать когда мы говорим о затратах и растратах когда мы говорим о том чтобы перевести растраты в затраты то необходим нам для этого разум нужно понимать для чего вы можете с одной стороны совершать абсолютно глупые поступки для большинства людей но это вам даст прорыв зачастую наше окружение вообще не понимает наших расходов ну тоже далеко ходить надо моя семья тому пример когда я потерял деньги я все время буду говорить об этом потому что в момент когда я потерял деньги очень много было осознание у меня в жизни вот поэтому я буду часто опираться на тот свой опыт и вместо того чтобы денег мало как бы жена переживает как так там семья не защищена там денег под расчет а я сижу я ничего не делаю я занимаюсь самоосознанием я занимаюсь поиском ответа на вопрос кто я там и так далее так далее так далее почему я этим занимаюсь потому что я понимаю что если найду ответ на эти вопросы то у меня все построится то я получу то что я хочу в жизни меня жизнь будет радовать а жена меня отправляла на работу иди устроиться на работу как вот когда семья дети разве можно последние деньги тратить на такое ведь это шанс может и не выстрелить это как рулетка по моему это как раз игра в казино неразумно благодарю она вас за ваше мнение она в принципе стандартная для женщины особенно для женщины которые семья и дети есть вы знаете меня тоже семья и дети и довольно трудно мне было объяснить жене почему я занимаюсь изучением себя и своего предназначения в то время как в семье денег нет но вы знаете когда вы находите ответ на вопрос о своем потенциале вы находите ответы на вопрос в своем предназначении находите свои задачи которые нужно вам решить в этой жизни то становится понятно вот например моя задача о себе скажу это передача знаний я живу не ни одну жизнь и вопрос реинкарнации для меня это не пустой звук и я знаю свой виток развития я знаю сколько жизни я прошел я знаю что что я умею чего я не умею много чего вспомнил много чего знаю и есть личный опыт и в этой жизни тоже и вот моя реализация связана с передачей знаний с тем чтобы показать людям как можно не пахать с утра до вечера а выстроить жизнь комфортную счастливую радостную связанную не с тем чтобы мучить себя какими-то бесполезными действиями а наоборот раскрыть себя и реализовать себе найти свой путь вот это моя задача я готов и уделать с утра до вечера потому что мне в радость это делать понимаете но чтобы к этому прийти к этому прийти нужно было пройти определенные этапы и зачастую эти этапы кажутся нашему окружению неразумными но в действительности они приводят вас к реализации к радости в жизни для того чтобы уму который говорит о том что денег может не хватить было спокойнее вот есть третий пункт законы денег это распределять доход по направлениям есть великолепная техника называется на денежное дерево я пользовался в тяжелые времена могу так и называть я распределял доход по направлениям доходы связанные с инвестиционными направлением с инвестиционным направлением доходы связан распределение доходов по шести направлениям буду говорить как есть направление инвестиционное направление на ежедневные расходы направление на образование собственное направление на развлечение как это бы вам не казалось странным направление на благотворительность направление на то чтобы купить какую-либо вещь которую вы хотите но вы не Вы не можете прямо сейчас пойти купить, нужно накопить какое-то количество средств, аккумулировать. И вот когда вы будете разумно распределяться теми деньгами, которые у вас есть прямо сейчас, вы удивитесь, но вы будете за одну и ту же работу получать больше денег. Это есть некая такая метафизика денег. Многие люди говорят о магии денег, стать денежным магнитом и так далее. Но как это работает? Работает это именно так. Есть некоторые законы денег, которые необходимо соблюдать. Если вы их соблюдаете, то деньги у вас будут автоматически и будут в большем размере. Почему? Потому что вы ими разумно распределяетесь. Разумно распоряжаетесь. Понятно, я говорю, нет. Поставьте, пожалуйста, в чате десяточки, если все понятно, если нет вопросов, которые можно долго искать. А есть что-то надо и вам, и детям, и не только. Вот, Светлана, я старался это совместить. У меня это получилось. Но все-таки доход был. Я же не просто так, как это сказать, не просто так потерял деньги. У меня были действия, определенный бизнес был. Этот бизнес потом приносил доход, на который мы жили. У меня были инвестиции. Я инвестором. И было, и есть. Деньги были. Мы не голодали никогда. Вы-то сами знаете, какой раз вы были. Фанеры еще раз. Вы-то сами знаете, какой раз вы были. Где был? В чем был? Да, благодарю вас за десяточки. Я понимаю, что мы с вами общаемся на одном языке. Движемся дальше. Как же разум поможет вам стать богатым человеком? Ну, я уже много об этом говорил, но сейчас я подытожу. Вы всегда сможете отличить свое от навязанного. Когда разум работает, когда вы им пользуетесь как инструментом, вы всегда сможете отличить свое от навязанного. Вы всегда с легкостью будете принимать трудные решения. Почему? Потому что вы будете знать, что для вас прямо сейчас нужно и полезно. Вы всегда будете знать, чего хотите. У вас всегда будет энергия на реализацию любых целей. Деньги станут для вас инструментом и всегда будут в необходимом количестве, независимо, работаете вы или нет. А в идеальном варианте вы даже работать перестанете. Вы и ваша семья становятся финансово защищенными. Почему? Потому что у вас появится способ, способность прогнозировать и видеть тот путь, по которому вы идете. Вы обретете моральное и душевное спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Почему? Опять же, потому что вы узнаете, по какому пути вам нужно идти. Это как идти с фонариком. Вы можете идти вслепую, к примеру, а можете взять фонарик и светить перед собой и идти. Вот это как раз разум. Хочу вам пару примеров от своих учеников привести. У меня есть, я просто веду курсы свои, позже вы о нем узнаете, об этом курсе. Я вам его презентую. И вот я провожу консультации, индивидуально работаю с людьми тоже. И вот пару примеров от своих учеников. Мой ученик Алексей, он сейчас живет в Москве, и у него свой бизнес в Москве. Кофе, связанный с кофеварением. Он великий маньяк кофе. Потратил огромное количество времени на то, чтобы научиться варить потрясающий кофе. И вот сейчас он открыл свою кофейню, ну как сейчас, уже полгода как. И к нему ездят люди со всей Москвы для того, чтобы попить его кофе. То есть, когда он мне рассказывает о том, какой кайф люди получают от того, когда пьют его напиток, мне просто радость берет от того, что он смог это сделать. Было огромное количество препятствий, трудностей, через которые пришлось ему пройти. Но разум, которым он несомненно обладает, позволил ему не сомневаться, не впадать в панику, не включить заднюю, а именно идти туда, куда он хочет. Он хотел этого, и он шел к этому. Это действительно было его истинное желание. Оно зажигало его изнутри. И сейчас он спит по 5-6 часов в сутки, и он бодрячком. Ему нравится это, он горит этим. Это кайф. Функция разума в этой деятельности заключается в том, чтобы не свернуть с выбранного пути. В том, чтобы идти вперед и осознавать результат. Он осознавал результат, он знал, что как только он откроет свою кофейню, это принесет ему радость. Для него путь был связан с радостью, а не с состраданиями. К сожалению, большинство людей, которые разумом не пользуются, они связывают путь со страданиями. Они акцентируют свое внимание на проблемах, а не на результате. Он же акцентировал внимание на результате. Он знал, что когда он откроет кофейню, это ему предоставит радость, принесет радость. Кроме того, это принесет ему еще деньги. И он готов был работать над этим постоянно. Трудности его не пугали. Это свойство разума. И именно разум помог ему запуститься. Другой пример. Девушка Наталья. Увлекается психологией. Ну, любительский уровень. Она замужем, не работает. И вот у нее появилась идея. Желание, скажем так. Желание стать профессионалом в области психологии. Поехать на интенсив на море. И, соответственно, обучаться на разных курсах. Получить дипломы. И далее связать свою деятельность с психологией. Денег у нее на это не было. Кроме того, маленькие дети. Необходимо было решить вопрос, кем их оставить. И, в общем, масса разных вопросов, которые необходимо было решить. Для того, чтобы все события совпали таким образом. И она поехала на свой интенсив. И деньги тоже. Финансовый вопрос необходимо было ей закрыть. В чем здесь функция разума? В чем разум ей помог? В том, что она знала, что это ее истинное желание. И она хотела туда. И немаловажно, она разрешила себе, например, поговорить с мужем. И объяснить ему, что она этого хочет. И муж ее понял. У нее были мысли о том, что муж может не отпустить ее на интенсив, например. Но она поговорила с ним. И он оказался не против. То есть она стала двигаться к своей цели. Да, было много факторов, из-за которых могло не получиться. Но разум помог ей не отступить, а делать шаг за шагом движение к своей цели. С осознанием того, что там ее реализация, и там ей надо быть, и там ей интерес. Именно ей. Она делала это ради себя. Потому что если женщина радостна и счастлива, то и дети тоже радостны и счастливы. Это великое заблуждение, когда люди начинают жить ради детей. Я смог убедиться в этом на своей семье. У меня папа и мама в разводе. Как раз таки это произошло, когда мы выросли. Когда мы выросли, то есть уже бесполезно стало им общаться между собой, папе и маме. Не было скрепляющих звеньев. Они жили ради нас, ради детей. Но не ради себя, не ради своей реализации. А если бы каждый реализовывал себя, то я бы видел дома не маму, которая замученная пришла с работы, а маму счастливую и реализованную. Я бы видел перед собой не папу, который страдает от того, что у него работники забухали. А видел бы счастливого, реализованного человека перед собой. И тогда бы я видел, что можно жить не насилуя себя, а реализуя себя. Понимаете? Для меня было бы, как для ребенка, большой радостью видеть перед собой счастливых родителей, а не замученных жизнью людей. Вот это и есть большой парадокс. То есть нужно жить в первую очередь для себя. И когда вот эта моя ученица Наталья вытащила именно свои истинные желания, именно свои истинные потребности, которые принесли бы ей радость, я, конечно, сказал ей, у тебя все получится, мы с ним поработали. И она поехала на свой интенсив и все у нее получилось. Разум помог ей это сделать. Так, вопросы. Похоже на ограничивающие убеждения. Кто во что верит? Да, Галина, абсолютно верно. Здесь есть и ограничивающие убеждения в том числе. Не всех будут деньги, соблюдая законы денег. Если у человека кармическая отработка по финансам за прошлое воплощение, то не будет денег, хоть выполняя на 100%. Согласен, Светлана. Нумерология позволяет это увидеть. Я вам скажу, что у меня недавно была консультация с женщиной одной. Денег не то, что не будет. Деньги на то, чтобы прожить, будут всегда. Деньги на то, чтобы жить, вообще всегда будут. Вообще не нужно париться над тем, за что мы будем кушать или жить. Просто потому что, если мы уже говорим о кармических вещах, то Вселенная всегда даст возможности заработать денег на пропитание. Но если мы говорим о богатстве, то действительно, если есть кармические штуки разные, то богатство, возможно, не у всех будет. Вот я говорю про женщину, я начал говорить. У нее по нумерологии, вообще у нее по нумерологии, ее задача денежная. У нее коэффициент финансового успеха большой достаточно, по-моему, около 80%. То есть, по карте у нее деньги есть, по нумерологической карте. Но по кармическим вещам у нее отработка по воспитанию ребенка. Она не может бизнес делать, пока ребенка не воспитает. У нее в прошлой жизни она была богата очень, и она просто отказалась от семьи, отказалась воспитывать ребенка. Вот так бывает. И в этой жизни она, наоборот, не может от ребенка своего оторваться. И не может бизнес делать, и оторваться от ребенка не может. И вот она мечется туда-сюда, туда-сюда. Когда мы с ней поговорили, я объяснил ей, что у тебя вот такая штука, она говорит, О, тогда мне все понятно. И вот падает тогда напряжение внутреннее. Благодарю, Светлана, за то, что вы задали вопросы и комментарии высказали по кармическим штукам. Так. А, в реинкарнации на земной шар, да. Да, да, да. Сейчас я... Сами знаете, какой раз вы были. Да, знаю. Вы бы видели перед собой няню, пока мама реализовывалась, ездила на интенсивы? Да. Вы бы... Это вопрос? Ну... Это хорошо еще, что ей дали ребенка за такую ошибку в прошлой жизни. Ну да, хорошо. Бывает и хуже. Какой синоним для слова разум? Не знаю синонима. Разум это настолько емкое слово. Разум это целая вселенная. Разум это вот... Разум. Вот пробуйте... Попробуйте произнести с осознанием слова разум. Что в вашем... Что в вашем... В вашем теле происходит? У меня аж будоражит все. Разум. Разум. Это вот слово такое очень мощное, энергетическое. Очень емкое. Я даже с синонимом подобрать не могу к нему. Так. Далее. Опыт прошлой жизни и таланта от рода. Да. Абсолютно верно. Так. Виды богатства. Есть материальное богатство, есть духовное, есть комбинированное богатство. Я встречал огромное количество людей, которые считают, что невозможно совместить духовное богатство и материальное. Я считаю, что возможно. И более того, я так живу. И я знаю, как это сделать. И глупо отказываться от денег в угоду духовному развитию. И я считаю, что это будет... Ну, как это... Покривить душой, да? То есть, я вот духовный... Если откажусь от денег, то я буду духовным человеком. Мне очень нравится фраза «духовный миллионер». Духовный миллионер для меня это не только деньги, это еще помощь другим людям. Это самореализация и так далее. И так далее, и так далее. Вот что такое для меня богатство. Я стремлюсь и обучаю людей, как стать комбинированным... Как стать богатым во всех смыслах этого слова. И сейчас я хочу представить вам интенсив свой, который стартует уже завтра. Для тех, кто хочет пойти далее в разум, для тех, кто хочет познать свой разум, для тех, кто хочет научиться его использовать для того, чтобы стать богатым человеком, реализовать себя, свой потенциал, раскрыть его, увидеть свой путь, возможно, показать детям своим этот путь, стать счастливым, радостным человеком. То вот у меня есть интенсив, как стать богатым через разум, так и называется. Вы узнаете, как получить доступ к силе вашего разума и стать богатым человеком. Вы узнаете, как разумно распоряжаться деньгами, потому что, ну, есть нюансы определенные. Вот опять же, денежное дерево, техника. Ну, я чуть позже об этом расскажу. Узнаете, как совместить духовное развитие, деньги и семью. Узнаете, как сделать так, чтобы ваша семья всегда была финансово защищенной. Вы выйдете из гонки, заработал, потратил. Потому что вы просто осознаете, что эта гонка не для вас. В подарок для каждого участника курса, я обещал подарки щедрые сегодня, это жизненная дорожная карта с описанием ваших сильных и слабых сторон, потенциала и предназначения. Это как раз таки дизайн человека, это нумерология, и это консультация. И вот есть, я делаю для каждого участника интенсиво описание, это описание порядка семи-девяти страниц, подробнейшее описание с разными всякими интересными штуками, включая кармические штуки, включая социальные задачи, включая виток развития души и так далее, и так далее, и так далее. Включая потенциалы своего внутреннего, включая внутренний авторитет у каждого человека, он свой. То есть это очень мощный, классный курс интенсив. Что будет на интенсиве? Пробуждение разума через осознание себя, своего природного потенциала, восстановление энергетического баланса. Необходимо перестать сливать энергию на переживания. Когда вы узнаете свой потенциал, когда вы узнаете врожденные свои способности, вы просто перестанете требовать от себя то, чего от вас, что вам не свойственно, что не ваше. И практика в реальной жизни. Я много раз видел, когда люди раскачивали свой ум, раскачивали свои знания, но при этом они остановились бедными, нищими, несчастными людьми. Они много знают, но они нифига так не живут. Почему? Потому что знание без практики это мертвая вещь. Поэтому необходима практика в реальной жизни. Что конкретно мы будем делать на интенсиве? С чем конкретно вы будете работать? Получите по дате рождения описание себя, своих природных особенностей и потенциала. Для этого я использую дизайн человека и нумерологию. На первом вебинаре, поскольку мы будем говорить о богатстве, то необходимо ознакомиться, первый вебинар будет теоретический, ознакомиться с истинным назначением денег. И что же такое, что значит быть богатым человеком? Почему важно это знать? Почему важно знать, что же такое деньги, для чего они были созданы? И кто владелец денег, законы финансового мира некоторые? Почему это важно знать? Для того, чтобы в будущем, в ближайшем будущем, не позволять иметь себя в финансовой системе. Потому что вся банковская система, а именно через банки в настоящее время функционирует финансовая система, для того, чтобы не позволять банкам иметь себя. Через разные кредитные системы, через разные маркетинговые штуки, через рекламу, через что-либо еще. И наоборот, чтобы финансовая система подчинялась именно вам. Если знаешь, значит вооружен. И мы исследуем на первом вебинаре технику обгон. Техника обгон позволит каждому из вас узнать ваши истинные цели. Зачастую бывает так, что нам кажется, что цель наша. Но в действительности она не наша. Когда я делал эту технику по отношению к дому, в котором я сейчас живу, я не смог описать дом, в котором я хочу жить. Но я смог описать цель, связанную с тем, чтобы построить дом для семьи. Когда я стал описывать дом для семьи, я описал дом в мельчайших подробностях. Когда я описывал дом для себя, то я не смог этого сделать. Ну, дом, ну, два этажа, ну, то, ну, все там, ну, деревянный, там, еще там какой-то. То есть общие фразы. Есть некоторые тонкости в этой технике, которые мы изучим на вебинаре на этом. И вы сможете с помощью этой техники узнать, какие же цели для вас являются истинными. И цели, на которые у вас действительно будет энергия. На реализацию которых будет энергия. Это правда, что банки не имеют права выдавать кредиты. У них другие функции. Отчего же? Я вам скажу, если вы хотите копнуть, что действительно имеют право или не имеют права, то в действительности Российской Федерации не существует. Она незаконная. Если уже на то идти. Но в действительности мы будем говорить чуть о более земном уровне. Банки имеют право выдавать кредиты. Но то, что не имеют права, это одно. А то, что выдают, это совершенно другое. Мы не будем говорить о том, чего имеют, чего не имеют. Мы будем говорить о фактах, которые мы видим в реальной жизни. С тем, с чем мы действительно сталкиваемся. Каждый день. А с деньгами мы сталкиваемся каждый день. И необходимо знать, что же такое деньги и кто их создавал и для чего. Хотя бы потому, что мы ежедневно с ними работаем. Вебинар номер два. Ответы на вопросы по описанию. Хочу сказать, что вам на выборы будет предоставлено три пакета. Пакет теоретик, пакет практик и пакет VIP. В пакете теоретик будет вам предоставлено четыре вебинара. Четыре вебинара. Пакет практик еще плюс два вебинара, то есть шесть вебинаров. И вот второй вебинар ответы на вопросы по описанию будет доступен для пакетов практик и для пакетов VIP. Почему этот вебинар важен? Потому что описание это одно. Я сделаю описание для каждого из вас. Но скорее всего будут какие-то непонятные непонятные моменты, которые нужно будет прояснить для вас. И для этого будет проведен специальный отдельный вебинар, чтобы разъяснить вам вопросы, которые будут непонятны. По описанию, по предназначению, по нумерологии и так далее. Вебинар номер три. Закон разума. Закон разума один. Вообще на этом интенсиве будет рассмотрено три закона разума для денег. Закон разума гласит, первый закон разума гласит так. Чем быстрее вы бежите за деньгами, тем они дальше от вас. Техника денежное дерево. Если вы хотите стать богатым человеком, а не кроликом в колесе, а не белкой в колесе, и для того, чтобы ваша жизнь не превратилась в день сурка, то необходимо осознавать, что всех денег не заработаешь. И бежать за ними смысла вообще нет. И более того, нет прямой связи между тем, сколько вы работаете, и количеством денег в вашем кармане. Если ваше мышление к примеру находится на определенном уровне, и вы зарабатываете к примеру 50 тысяч рублей в месяц, то и работаете 8 часов. То есть вы будете работать 10 часов в сутки, то вы не заработаете 100, вы заработаете 60, в лучшем случае 70, которые в дальнейшем скорее всего на лекарства спустите, или на какие-то расходы, которые будут связаны с тем, что ваше психоэмоциональное состояние будет подорвано. О чем я хочу сказать? О том, что если вы зарабатываете 50 тысяч рублей в месяц, то вообще нет смысла работать больше. Это не приведет вас ни к чему. Есть смысл работать над своим разумом. И как минимум применить технику денежное дерево. Эта техника связана с распределением дохода по направлениям, о котором я уже говорил ранее. Но говорить мало, нужно применять. В свое время я применил эту технику и в течение месяца удвоил свой доход. При прежних трудозатратах. Вот такая техника, будем ее разбирать. Далее. Вебинар номер 4. Закон разума номер 2. Прошлое не равно будущему. Выявление и трансформация вредных убеждений. Это то, о чем вы говорили чуть ранее. Мы будем работать с перепрограммированием убеждений, мы будем работать с перепрограммированием ассоциаций, потому что наше настоящее, наше будущее формируют наши нейронные связи. Связи, которые опираются на наш прошлый опыт. в действительности, если вы сделали, к примеру, 10 попыток создать свой бизнес, даже хотя бы две попытки создать свой бизнес, и у вас ничего не получилось, то в следующий раз вы, скорее всего, не будете делать попытку, потому что вы будете думать, что у вас бизнес опять не получится. Но это не факт. есть великий ученый, я, к сожалению, не помню его имени и фамилии, который изобретал лампочку. Лампочку. И он сделал тысячу попыток, и тысячи попыток у него не получились. И он сказал, я теперь знаю тысячу раз, как не нужно делать лампочку. И на тысячи первый раз у него получилось. То есть вообще не факт, что если вы сейчас, если вы несколько раз до этого что-либо не получилось, то это вообще ничего не значит. Это совершенно не значит, что у вас в текущий раз опять не получится. И это работа с подсознанием, работа с вашим мышлением и вашими убеждениями. Мы будем выявлять вот эти связи, которые ограничивают вас, ваших действий и трансформировать их. Вебинар номер пять. Закон разума, третий закон разума. Ценности и убеждения. Мы вскользь сегодня казнулись ценностей. На вебинаре мы будем говорить более подробно. В действительности каждого человека мотивируют несколько ценностей. Это желание получить удовольствие, желание получить удовольствие и желание уйти от боли. Мотивирует две вещи боль и удовольствие. Боль и удовольствие. И вот если, например, вы сейчас без денег, то можете не сомневаться, что наличие денег в вашей жизни ведет вас к боли. То есть, наличие денег ассоциируется у вас с болью. Или какая-либо реализация, или бизнес ассоциируется у вас с болью. Когда я видел своего отца, который мучается от своего бизнеса, то у меня сформировалось определенное убеждение, что бизнес это боль. Что много денег это проблемы. Мои родственники говорили мне, что не в богатстве счастья. Счастье это вот там дети, это семья, там прочее, прочее, прочее. Не в деньгах счастья. Много денег это проблемы. Много денег это налоги. Много денег это бандиты. Это целая куча верениц. И вот для меня деньги на какой-то промежуток времени стали ассоциироваться с болью, с проблемами. И вот задача изменить убеждение, связать бизнес с удовольствием. Вот как у Алексея, о котором я говорил. Мы связали у него результат в бизнесе с удовольствием. Он открыл бизнес и получил удовольствие от этого. Для него бизнес это удовольствие, а не насилие. И вот ценности и убеждения это как раз про это. Мы будем разбираться с этим более подробно. Это закон разума номер три. Вебинар номер шесть это финансовый самосаботаж. У каждого человека без исключения есть финансовый потолок. И когда он его достигает, включается самосаботаж. Финансовый потолок может быть связан с разными факторами. Например, сто тысяч для кого-то это является предел мечтаний. И сумма, которая превышает эту цифру, вызывает напряжение. Хочется избавиться от нее. Начинается самосаботаж. Таким образом, выстраивается стена между прорывом финансовым, прорывом богатства и соответственно откатом назад. Техника по перепрограммированию нейроассоциативных связей. Это опять же работа с подсознанием. Этот вебинар будет доступен для пакетов практик и VIP. Для пакета теоретик это недоступно. Далее. И еще будет восьмой пункт только для пакета VIP. Томас Эдисон. Благодарю, Светлана. Да, это Томас Эдисон. Для пакета VIP это индивидуальная консультация плюс индивидуальный чат. Дело в том, что на протяжении вебинара скорее всего возникнут какие-то вопросы, и какие-то желания прояснить. И возможно потребуется индивидуальная консультация. Пакет VIP каждый из вас может в принципе кто со мной пойдет дальше докупить в процессе обучения. Ну или сейчас прямо тоже так можно. И в принципе это то, с чем мы будем работать на вебинаре. И сейчас я хочу и обещал щедрые подарки сегодня для вас. И вот один из них. Подарок для тех, кто платит пакет практик в течение 24 часов. Индивидуальная консультация по предназначению вашему дизайну. О чем эта консультация? Когда я перечислял список того, с чем вы будете работать на интенсиве, я упомянул о вебинаре онлайн ответы на вопросы по жизненной карте. В действительности может получиться так, что этого вебинара будет недостаточно. Поэтому даже и после практики я знаю, что людям все-таки индивидуальная консультация нужна для того, чтобы прояснить все нюансы. И поэтому я сейчас могу подарить вам эту консультацию для тех, кто в течение 24 часов оплатит пакет практик. Индивидуальная консультация будет вам в подарок. Эта консультация будет идти час-полтора. Мы будем общаться, буду отвечать на вопросы, которые вас будут интересовать. Конкретно это предназначение это расшифровка карты, опять же, дорожной, расшифровка вашего дизайна, по нумерологии тоже пройдемся. В общем, вам станет понятно многое в вашей жизни после этой консультации. Для пакета VIP в этом случае, потому что подарок консультации для пакета VIP тоже распространяется, для пакета VIP в этом случае будет уже две консультации индивидуальных. Одна по предназначению, другая на любую выбранную тему. Вот. Пожалуйста, задавайте вопросы. У меня закончилась для вас информация. Все, что я хотел, я сегодня вам рассказал и теперь готов ответить на ваши вопросы. Переходите по ссылкам. Благодарю Надежду за ссылки. Переходите по ссылкам, оставляйте ваши заказы и соответственно завтра уже начало интенсива. Санятие будет проходить два-три раза в неделю в зависимости от вашего пакета. Для пакета теоретик будет два раза в неделю, для пакета практик три раза в неделю, потому что будут добавляться еще дополнительные вебинары. Вот. Для пакета VIP еще дополнительные индивидуальные консультации. В понедельник и пятницу будут занятия с 19.00 где-то порядка двух часов. Полтора-два часа будут занятия. Так. Есть ли вопросы у вас ко мне? Если нет, то я подытожу свое сегодняшнее выступление. Что мы сегодня с вами разобрались? Мы сегодня разобрались в том, что же такое разум, как он влияет на ваше богатство, как получилось так, что в жизни я никогда не зарабатывал деньги, но они были у меня, были за счет того, что я умел пользоваться разумом своим. Мы разобрались на примерах моих учеников, как разум помог им стать богатым человеком. мы разобрались в том, как вопросы предназначения и самореализации влияют на ваше богатство, как с помощью реализации своего потенциала можно стать богатым человеком. Мы разобрали некоторые законы денег, применяя которые вы сможете как минимум процентов на 30 увеличить свой доход в принципе особо не пользуясь своим предназначением. И в завершение хочу сказать, что мне скучно просто говорить о деньгах, мне скучно просто говорить людям, сделай вот это, вот это, вот это и ты получишь финансовый результат. Мне интересно, когда люди раскрываются, когда они реализуются, когда они узнают себя. В этом есть моя радость, в этом есть мое удовольствие. Именно поэтому я сегодня говорю о разуме. Вы хотели рассказать, как поработать с вопросами «Кто я?» Да, благодарю, Наталья. Сейчас собственно я и расскажу. Ответ на вопрос «Кто я?» это ответ собирательный. Он состоит из нескольких подпунктов. Вот как эта чашка например, «Кто я?» Вот допустим мы хотим разобраться «Что же такое эта чашка?» Для того, чтобы нам понять, какая эта чашка нам необходимо рассмотреть с разных сторон. Покрутить, заглянуть внутрь, снизу посмотреть на нее. И только тогда мы сможем понять, какая же эта чашка на самом деле. Вот точно так же с вопросом «Кто я?» для того, чтобы ответить на эти вопросы вы можете воспользоваться возможностью сейчас и купить пакет практик. Там я составлю для вас описание по дизайну человека и по нумерологии тоже вы сможете свое назначение. Но вот дизайн человека дает ответ на вопрос «Кто же вы изначально?» Какой в вас потенциал заложен с рождения? Какой ваш внутренний авторитет? Каковы ваши способности? Где ваша энергия жизненная заложена? Через что вы реализуетесь? И вот через дизайн человека можно понять «Кто вы?» Далее сюда накладывается нумерология. В нумерологии вы можете понять «Кто вы как душа?» И тогда вы сможете какой-то портрет для себя выстроить. Но так просто в два слова видя имя Натальи я не могу сказать «Кто вы?» И даже более того вы сами себе ответите на вопрос «Кто я?» В частности с помощью дизайна человека нумерологии. Поэтому добро пожаловать на курс на интенсив «Богатым через разум». Там вы получите ответы с которыми сможете далее работать. Подскажите какую-нибудь несложную практику для увеличения финансов. Подсказать-то я могу, но будете ли вы ее реализовывать? Потому что как показывает мой жизненный опыт и моя практика, когда я говорю людям какие-то практики из них никто не реализует. Я не знаю ни одного человека, который бы реализовал то, что я говорю. Надо именно через действие, через занятие, через контроль. Так получилось, что славянские люди, люди с белой кожей, любят, когда их контролируют. Любят, когда есть какой-то тайминг, любят, когда есть проверка домашних заданий. И вот на практике, на нашем интенсиве мы будем разбирать практику денежное дерево, мы будем ее применять, мы будем проверять домашнее задание, мы будем исследовать результаты. Быстро ее не применить по одной простой причине, что практика денежное дерево требует распределения доходов по направлениям. Если вы хотите какую-то простую практику, могу сказать, что выделите хотя бы 30% из своего бюджета, отложите его, откладывайте его просто в шкатулку, сможете ли вы это сделать из своего текущего дохода? 30% просто откладывать. Вот простая практика для увеличения финансов. Вы увидите, что ваш доход будет расти и соответственно вы сможете этот доход потом уже пустить на инвестиции, например, на обучение инвестициям, еще куда-нибудь, на образование собственное. Вот простая практика. Но это простая, то есть надо глубже. Там глубже, там может не получиться кое-что. Например, вам срочно потребуются деньги на что-либо, и вы эти 30% изымите из того, что вы откладывали. смысл нет от этого. Быстро вопрос быстро это не вопрос разума. Вопрос разума это вопрос системности. Системности. Когда мы говорим о быстроте и какой-то несложности, но тут не об этом. Еще вопросы есть, пожалуйста. Напомню, что курс стартует завтра. В каждое занятие будет записано, у вас будет пожизненный доступ к записям. Даже если вы по каким-то причинам пропускаете занятия, то запись будет вам доступна. Вы сможете изучить в записи. Напомню, что в течение 24 часов действует подарок мой. Это индивидуальная консультация 60-90 минут по предназначению дизайна человека. Как раз ответ на вопрос кто я там будет заложен. Пользуйтесь этой возможностью и буду рад вас видеть на своем интенсиве. Сейчас я, если вопросов ко мне больше нет, я передам слово надежде. Часто для движения вперед надо дать пинок взад. Лень человеческая мешает многому. А вот это вопрос зрелости. Если вы готовы идти вперед, то вас ничто не может остановить. Для меня, например, когда я искал реализации, для меня не было шанса идти назад. Потому что рутина, обычная жизнь обычного человека меня просто угнетала. Я понимал, что если я буду так дальше жить, как живет большинство людей, это для меня смерть. и вот это для меня была мотивацией. И собственно, это вопрос для каждого человека. Если вы готовы жить той жизнью, которой вы живете сейчас, пожалуйста, нет никаких вопросов. Если вы готовы еще посетить 5, 10, 20, 30 вебинаров, никаких проблем. Но если вам это надоело и вы хотите что-либо изменить, то это необходимо делать. Если вы понимаете, что больше нету возможности ждать и сидеть, то тут вариант один. Делать шаг вперед и реализовывать то, что вы хотите. Раскрывать себя, раскрывать свои задачи, предназначения, способность их реализовывать. И здесь необходимо связать, что представьте, что если вы реализуете весь свой потенциал, то кто вы через 5, 10, 15 лет? Вы реализованный счастливый человек и вы получаете радость от того, что вы сделали, как мой ученик Алексей. Он не стал сидеть на месте, он не стал ждать кого-то или чего-то, он просто взял и сделал. Он понял, что через год, через два, когда он реализует свою мечту, он связал свою мечту с удовольствием. Для него это радость. И вот это важно, понимаете? Если вы сейчас совершаете действие и вы реализуете себя, то для вас это радость. Через 5, 10, 15 лет вы счастливый, богатый, реализованный человек. И в этом есть радость. Если вы это не реализуете, если вы не используете возможности, то соответственно через 5-10 лет вы будете жить так, как вы живете. Это простая логика, простой разум. И вот это есть спинок в зад. Для меня всегда это было мотивацией. Я понимал, что если я сейчас не сделаю действие какое-то, то через 5 лет я просто погибну. Я буду живым трупом. Вот что такое мотивация для меня. Возможно для вас она тоже сработает. Вроде ответил благодарю вас за внимание. Буду рад вас видеть на вебинаре. Буду рад поделиться с вами своим знаниями, всем, чем я владею. Все, что я знаю, вам передам. И если у вас остались вопросы, то я передаю слово Надежде и уже тогда с ней и всякие и финансовые вопросы, и оплата, и кстати о подарке, который я обещал, тоже ссылку вам будет выслана ссылка на книгу, которую я в подарок каждому участнику обещал тоже. Ну, в принципе, все. Надежда, передаю вам слово. Здравствуйте, любимый, еще раз, если мы не виделись до этого. Я рада, что в этот вечер вы с нами получили такие полезные знания. через Андрея Агафонова сегодня нам просто золотые слова, огромная благодарность Андрею. Можете написать о благодарности в чате, я уже вижу, здесь много благодарности от Натали, Светланы, Анны. Очень благодарна вам, потому что очень интересные и важные знания. Я думаю, что стоит потом еще переслушать эту запись, может быть, дать своим близким, знакомым, потому что очень важные знания нам сегодня даны и также дана возможность начать действовать в этом направлении. Насколько вы поняли, Андрей предлагает нам структурировать наше отношение к деньгам, сделать его более разумным этим подходом, который приведет действительно к результатам, которые мы давно ожидаем. Сегодня есть три варианта участия в курсе и при этом вы можете получить бонусы, подарки. Первая часть курса это пакет Теоретик стоит 5900. Сегодня вы можете приобрести его с большой скидкой. И вы узнаете, как меньше работать и становиться богаче, как избавиться от долгов от три закона разума, которые напрямую влияют на ваш закон. Также узнаете, как получить поддержку Вселенной на пути к богатству, а также научитесь правильно обращаться с деньгами, чтобы они были. Найдете свои подсознательные программы, которые убивают ваши деньги и навсегда измените их. А также освоите технику денежного дерева. И подарок для вас будет индивидуальная карта по дате рождения с вашими сильными и слабыми сторонами предназначения. На самом деле это очень щедрое предложение. Четыре онлайн занятия вживую, длительность курса две недели, а при этом вы получаете еще индивидуальную карту по дате рождения с сильными и слабыми сторонами предназначения. Но на самом деле сами понимаете, цена просто символическая. Поэтому пользуйтесь такой возможностью, если вы готовы обучиться у специалистов третий класса и иметь более грамотный взвешенный подход к своему финансовому благосостоянию, то проходите пожалуйста по выбранным ссылочкам. Сегодня также вы можете приобрести пакет практик. Там еще добавят символ перечисленного онлайн вебинар с ответами на вопросы по индивидуальной карте. Узнаете как отношения с женщиной влияют на ваш успех или богатство с противоположным полем. И женщина узнает как вдохновлять мужчину добиваться успеха и богатства. Это уже шесть онлайн занятий и длительность три недели. Вы можете сейчас выбрать ссылочку и кликнуть на голубую ссылочку на страничке и вы автоматически попадете на страницу где есть описание и внизу вы можете ввести ваши контактные данные. имя адрес электронной почты внимательно по буквам также скайп телефон и нажимайте зеленую кнопочку оформить заказ и автоматически попадете на страницу где сможете выбрать удобный вариант оплаты. Также можете написать ко мне в скайп на день богданова или галл 888 мы с удовольствием поможем вам произвести оплату и если есть какие-то вопросы по заказу. И еще есть один пакет это вариант участия ВИП тоже с огромным и там ко всему перечисленному прибавится еще индивидуальная консультация на выбранную тему а также индивидуальная поддержка в скайпчате в течение всего интенсива. Это 6 онлайн занятий и длительность уже 4 недели. И сегодня также вы приобретаете для тех кто оплатит пакет практик в течение 24 часов вы получите индивидуальную консультацию по предназначению и вашему дизайну. Что на самом деле очень 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 ценно потому что мне почему-то сейчас вспомнилось как Андрей нам рассказал сегодня о Леновском о том что и таких случаев на самом деле очень много если почитать истории жизни людей которых стали сейчас очень богатых то можно частенько оценить такой момент что есть когда эти люди теряли но вопрос что они поднимались и как они к этому относились они в это время вкладывали еще то что наш разум обычный человеческий женский считает что надо на детей надо еще на что-то но помните например в самолете маска дается не на ребенка она надевается маска надевается на себя ведь для того чтобы спасти жизнь тому же самому ребенку нужно сначала спасти себя спасись сам и вокруг тебя спасутся тысячи поэтому следует сначала проработать свои какие-то аспекты и тогда уже дети станут счастливы на основании того что они видят считаются нас это счастье и тоже будут счастливы на самом деле вот это более разумный более грамотный вариант по большому счету то зачем мы приходим сюда чтобы поменять можно сказать финансовую карму материальную карму материальную карму материальные свои возможности Душа приходит попробовать свои возможности способности себя в теле как-то появиться это очень важно реализоваться в этой жизни как состоятельным богатым успешным слова богатый также важен разум как что-то выше предназначение об этом вы сможете узнать благодаря индивидуальной консультации по предназначению и вашему дизайну что на самом деле дорогого стоит поэтому проходите пожалуйста по ссылке выбирайте выбранный пакет регистрируйтесь и обязательно участвуйте в курсе очень андрей все доходчиво понятно объяснил логично поэтому действуйте практикуйте знания так просто является моментальным мусором если они не применяются поэтому проходите по ссылочке регистрируйтесь анна еще хотела сказать по поводу несложной практики для увеличения финансовых доходов я обычно говорила тоже на мой взгляд для того чтобы увеличить финансы в том числе здесь мы наверное говорим о том что мы хотим получать вознаграждение более высокого порядка в этом случае следует нам самим пользоваться не бесплатными продуктами еще чем не искать скидки не экономить а наоборот найти то за что мы можем кого-то вознаградить может быть на данном этапе когда мы финансово вознаграждаем кого-то то это финансовая благодарность таким образом сеем семинария и таким образом она вернется к нам при умноженной финансовой благодарность нужно щедро платить за труд оплачивать труд других людей с радостью и удовольствием на мой взгляд поэтому есть такой рецепт и практика несложная просто можно взять большую сумму кому-то отправить на телефон как в день рождения или что-то подобное сделать если есть какие то вопросики задавайте проходите пожалуйста по ссылочкам очень важная сегодня информация была для нас но ее следует практиковать и для того чтобы получить системные знания чтобы эти знания вошли в систему и стали практиковать вашей жизни привели вас к результатам следует войти в курс а для этого сейчас достаточно просто кликнуть на ссылочку и попадете на страницу где есть описание пакета сегодня доступны три пакета теоретик практик и вид там есть на страничке описание и внизу вы вводите ваши контактные данные ваше имя email это адрес электронной почты а также телефон skype и нажимаете зеленую кнопку оформить заказ и автоматически попадаете на страницу где есть вариант оплаты если какие то возникают у вас вопросы по оплате после оплаты можете написать skype на день макданова это москва а также право не просим 888 мы поможем вам разрешить вопросы с оплатами заказами если у вас возникает также вопрос выбора пакета тоже пишите звоните пожалуйста вам поможет если есть какие то вопросики пишите пожалуйста в чат напишите если что то вас останавливает от заказа напишите что останавливает можете написать так же хотя бы для себя лучше в театре что особенно ценного вы сегодня подчеркнули из этого прекрасного выступления потому что ценность на самом деле очень высокая проходите по ссылочкам регистрируйтесь участвуйте в курсе для того чтобы быть богатым успешным знаменитым почему то он будет реализованным то о чем сегодня говорил нам Андрей как он вы сможете реализовать в своей жизни благодаря в том числе и индивидуальной консультации и курсе специалисты я благодарю вас потому что сегодня в этом участвовали в этом прекрасном можно сказать что мастер-классе мастер-классе федерации европы полторы тысячи часов изучал финансовую грамотность 3300 3300 часов посвятил личностному росту если вы хотите начать действовать и получить а не оставлять на потом свое благосостояние свое богатство то проходите пожалуйста по ссылочкам регистрируйтесь участвуйте в курсе вас ждут удивительные подарки подарок для тех кто оплатит пакет практик в течение 20 часов индивидуальная консультация по предназначению вашему дизайну для тех кто оплатит пакет вид 2 консультации плюс еще консультация по выбору поэтому очень щедрое предложение проходите регистрируйтесь участвуйте все вопросы пишите на обстоятельства что могу сказать еще по поводу завтрашних наших выступлений завтра в понедельник 14.08 в 19.30 начнет у нас Радомир солнечный с новой темой предназначения человека это новая тема Радомира я думаю что Радомир вы скорее всего знаете приходите обязательно это очень важная информация я благодарю вас по нашему сегодняшнюю встречу благодаря том что вам и вам осталось прекрасным я желаю вам приятной ночи до встречи завтра по Москве встречаемся вечером в 15.30 будем говорить о предназначении их приходите обязательно 우리는 встречи до свидания про Продолжение следует...